Вот первый вопрос кто-то задал, что такое вера? Вот, и тут вытекающие, как вы считаете, православные христиане самые умные и понимающие правильнее Бога? А Дух Божий не приходит ли в те страны и места, где люди христиане искренне взывают и ищут Христа? Ну, сразу сказать насчет умные, ой, ну, даже мне странно и говорить. Сам апостол Павел пишет, посмотрите, много ли из вас, и перечисляет там все категории, в том числе и умные. Да при чём тут ум? Каждый рождается с тем, что у него есть. И христианами становятся совсем не умные. Я не говорю не умные, то есть дураки. А, не, не обязательно умные, совсем нет. Ничего подобного. Не ум природный определяет достоинство человека, совсем нет. Ум – это инструмент, который может помочь человеку. Хороший инструмент, он может ему и здорово помочь. Плохой? Ну, похуже. Но веру человека определяет не это, не ум. А знаете, что определяет веру человека? Искание. Искание, если хотите, первое, скажу вам, смысл своей жизни. Ну, зачем я живу? Скажите. Что я живу? Есть, пить, чтобы умереть, да? Это смысл жизни. А потом что? Первое и главное. Смысл какой моей жизни? Говорят, смысл моей жизни в детях. В детях? Смысл жизни в детях, да? А вы знаете, что вы сказали? Вы какой ужас сказали! Какой же ужас! Что бы вы сказали о человеке, который бы вам ответил? Вот я очень его люблю, и поэтому я его посылаю на верную гибель. Как? Вы его любите или не любите? Когда говорят, смысл моей жизни в детях, разве вы не понимаем, что дети мои умрут? И неизвестно, как умрут. Уж не говорю, неизвестно, как проживут. Неизвестно, что с ними будет в этой жизни. Какие болезни, несчастья могут это постигнуть? Я ничего не знаю. Но я точно знаю, что они умрут. И смысл моей жизни в том, чтобы их родить, и чтобы они умерли? Да. Это что такое? Если нет Бога, то большего ужаса не скажешь. Смысл моей жизни родить того, кто будет приговорён к смерти. Подумайте только! Приговорён к смерти. И я это точно знаю. Только если есть Бог, если есть вечная жизнь, если есть надежда на бесконечность и радость этой жизни, тогда всё понятно. Тогда, конечно, о, какое благо, ребёнок! Ещё появился на свет тот, кто предназначен к этой бесконечной радости, бесконечному блаженству. Христианство сразу показывает смысл. А если этого нет? И смысл жизни в этом? Итак, первое, что определяют человеки – это искание. Нельзя же быть бессмысленным! Просите, только животные не ищут смысла жизни! Животные – да, конечно, не ищут! Человек тем и отличается от животных! Что он ищет? Почему? Что? Как? Зачем? Первое, что определяет достоинство человека и его веру – это искание смысла жизни. И вот здесь действительно он оказывается перед вопросом или, если хотите, перед двумя альтернативными, если хотите, решениями. Или есть Бог, есть вечность, есть возможность вечной и бесконечной блаженной жизни или нет Бога, нет души, нет бессмертия, всё кончается здесь. И тогда, и тогда смерть является уделом всех и всего. А если ещё теперь послушаем, что говорит наука, которая уже решительно заявляет, человечество, как биологический вид, смертно, смертно, слышите? Как биологический вид, смертно человечество. И эта смертность уже теперь пишут, пишут, вообще страшно читать, наступит уже, уже где-то в середине 21 века. «Если нет Бога, нет души, нет вечности, какой ужас! Перед чем-то настоит человек, неизвестно, что с ним случится в следующий даже момент. Всё одно случайно, одни случайности. А если есть Бог, ничто не происходит без воли того, кого мы именуем Бога любви и премудрости». Вот выбор, выбор. И как же сделать этот выбор? Уже эта картина уже показывает, а если мы ещё вспомним о другом, о другом, что аргументы в пользу бытия Бога очень многочисленны. Вы слышите? Очень многочисленны. И сам окружающий мир, потрясающий с его красотой и целесообразностью, я говорю, природный мир, самоустройство человека, это поразительное, уже говорят, уже говорят о том, что должен быть какой-то источником ум. Ум должен быть источником, а не просто какой-то хаос. А другая точка зрения что говорит? Однажды пришлось спросить одного доктора философии, пришлось задать ему такой вопрос. Пожалуйста, скажите, что надо сделать даже образованному человеку? Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? нет? Не забудьте этот вопрос. Что нужно сделать, чтобы убедиться, что Бога нет? Он замолчал. Я сказал, ну, что же, вы не знаете? Сходить на тяжёлый рок-концерт, и всё будет в порядке. И убедить, что там его нет. Ну, вот так. Поэтому, что такое вера? И как она возникает? Я думаю, она возникает из стремления человека к исканию смысла жизни, к исканию святости жизни, к исканию, к исканию, если хотите, цели, цели в жизни. И здесь человек на этом пути, на этом пути, он обязательно придёт к вере в Бога. Ибо здесь только открывается то, что он ищет. И истина, и смысл жизни человеческой.